Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости. В студии вас приветствую я, Светлана Теплухина. И начнем по традиции с краткого обзора основных тем выпуска. Общегородские проводы. Во время традиционного дня призывника в Заречном чествовали ребят, отправляющихся служить в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Удачи вам! Дай Бог, чтобы служба оказалась легкой, в радость, обрели новых друзей и стали более мудрыми. Красота в подарок. Ученики 222-й школы помогли жителям одной из зареченских многоэтажек украсить отремонтированный подъезд. Очень рады, что эти детские рисунки принесут в наш дом, нам, жителям, такое тепло, как лучики света. Будущее науки. В Заречном открылась 12-я научно-практическая конференция школьников «Юность, наука, культура, ЗАТО». Мы очень гордимся, что в нашем маленьком городе такого уровня мероприятия организовано, имеет место быть и год от года приглашают все большее количество участников. И теперь обо всем подробнее. Заречный посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Иван Фирюлин. Визит состоялся в рамках региональной недели, во время которой народные избранники выезжают в свои округа, где встречаются с избирателями и представителями местных властей, СМИ, а также принимают участие в различных мероприятиях и посещают социальные объекты. На встрече Ивана Фирюлина с зареченцами одной из главных тем обсуждения стала поддержка многодетных семей. Одним из мероприятий в рамках рабочего визита депутата Госдумы Российской Федерации Ивана Фирюлина в Заречный стала встреча с представителями общественности. На обсуждение вынесли проблему социальной поддержки многодетных семей в Пензенской области. Дело в том, что в разных субъектах Федерации перечень льгот отличается. В Пензенском регионе поддержку оказывают только тем, кто признан малоимущими. Представители инициативной группы зареченцев сначала попытались разобраться в проблеме самостоятельно, изучили законодательную базу. Нет единого определения, которое будет распространяться на все субъекты Российской Федерации. Он многодетный в семье, то есть оно варьируется и устанавливается каждым субъектом в отдельности. Многодетным семьям хотелось бы, чтобы независимо от места проживания всем оказывалась одинаковая социальная поддержка. За помощью в решении этого вопроса представители городской общественности обратились к депутату Госдумы Ивану Фирюлину. То, что сегодня идет движение снизу, это абсолютно верное решение. Нам уже придется работать с законодателем, работать с фракцией, работать с правительством, чтобы вот эти вопросы урегулировать и тот статус, который сегодня предлагают люди, чтобы он был закреплен именно в федеральных полномочиях. Иван Фирюлин заверил зареченцев, что будет поддерживать связь с инициативными горожанами и информировать их о предпринятых действиях. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». От 30 октября в администрации Заречного прием граждан провел депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Левин. Горожане спрашивали о возможности участия государства в помощи тяжелобольным детям. О причинах запрета поворота в сторону поселка Монтажного с трассы М-5 и необходимости организации новой схемы движения на данном участке дороги. Ответы на часть вопросов Леонид Левин предоставил в ходе встречи. На оставшиеся, заверил депутат Госдумы, он ответит через регионального представителя после детального изучения. В качестве председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин пообщался с представителями Зареченских средств массовой информации. Открывая встречу, депутат подчеркнул значимость местных СМИ, как печатных, так и электронных. Степень доверия местным новостям всегда выше, чем федеральным, потому что людей всегда интересует, что происходит за их окном, на их улице, в их небольшом там селе или городе. Безусловно, региональные и местные СМИ имеют высокое доверие. Самое главное, серьезно могут влиять на общественно-политическую ситуацию. Леонид Левин рассказал о законодательных инициативах в сфере информационной политики, над которыми в настоящее время работает возглавляемый им Комитет Госдумы. Отвечая на вопросы журналистов, депутат напомнил о возможностях получения господдержки в форме грантов. Леонид Левин побывал и в нашей телевизионной студии. Депутат Госдумы рассказал, в частности, о той работе, которую он ведет в интересах Пензенской области и Заречного. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Еще вчера они были просто мальчишками, а сегодня защитники Отечества. 47 парней отправляют Заречные этой осенью в ряды вооруженных сил. И по многолетней традиции для ребят устраивают общегородские проводы. С открытия Дня призывника репортаж Ксении Тризны. 47 зареченцев скоро отправятся на службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Многие из них попадут в элитные войсковые части и подразделения. Наши ребята уйдут проходить службу в президентский полк, в атомные главы, в спецподразделения ВДВ, в спецподразделения глав разведуправления, на флот. Наши призывники – это еще и интеллектуальные и исследовательские кадры. Зареченец Игорь Борисов отправится в Краснодар, чтобы служить в научной роте. Я учился в магистратуре на программной инженерии и слышал про научную роту. Решил, что это для меня будет нужный опыт, потому что там связано все с компьютерами, это престижно. Ну и как бы по моей специальности подходит программиста. По традиции, проводы призывников в армию стали общегородским праздником. Одно из ключевых событий – торжественный митинг у обелиска Победы. В адрес молодых людей звучали напутствие и добрые пожелания. Это нужно пройти, в том числе и для того, чтобы вам возмужать, чтобы вам стать крепче. Придется освоить военную специальность, освоить военное мастерство, навыки военные. Мы, конечно, надеемся, что никогда в жизни вам не придется их применить, но, тем не менее, сделать это необходимо. Удачи вам! Дай Бог, чтобы служба оказалась легкой, в радость, обрели новых друзей и стали более мудрыми. Для призывников подготовили насыщенную программу. Они посетили войсковую часть номер 3473, музей производственного объединения «Старт», встретились с ветеранами. Финалом праздника стала торжественная церемония во Дворце культуры «Современник». Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Желание сделать свое тело красивым привело молодого зареченца на скамью подсудимых. 25-летний мужчина в интернете нашел информацию о продаже анаболических стероидов. Подкупленный нескольценной препарата он сделал заказ у поставщика из соседнего государства. Посылка пришла в почтовое отделение «Заречного», где молодой человек был задержан оперативниками. Материалы следствия были переданы в суд. В прокуратуре поддержаны обвинения в отношении жителей города «Заречного», который решил нарастить себе мышечную массу на теле. Для этого воспользовался интернетом, заказал анаболики, стероиды, выписанных из Республики Беларусь. И данные анаболики – сильнодействующие вещества, которые включены в список сильнодействующих наркотических веществ. И в свободном доступе в Российской Федерации они запрещены. Молодой человек у нас вину в ходе судебного заседания не признал. Поскольку у нас статья относится к тяжкому составу преступления, молодому человеку было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Подъезд одной из зареческих многоэтажек превратился в картинную галерею, в экспозиции произведений юных художников. В рамках проекта «Дарите людям красоту» ученики художественного отделения 222-й школы презентовали свои работы жителям дома номер 24 по улице строителей. В ближайшее время рисунки учащихся художественного отделения 222-й школы украсят стены подъезда дома номер 24 по улице строителей. Сотрудничают с жителями города школьники уже не первый год. В образовательной организации активно реализуется проект «Дарите людям красоту». Жители подъезда дома строителей 24 обратились к нам с просьбой передать им в дар картины для оформления подъезда, вновь отремонтированного. Мы, в общем-то, почему бы нет, сказали, поскольку это хорошая и красивая инициатива. Главное условие школы – это создание антивандальных рамок для картин, чтобы работы ребят не были испорчены или уничтожены. Рисунки юных художников жильцы планируют разместить на каждом этаже дома. Также горожане предусмотрели место для выставки. Очень рады, что эти детские рисунки принесут в наш дом нам, жителям, такое тепло, как лучики света. Как лучики света будут дарить нам тепло, свет и очень хорошее настроение. Жители строителей 24, в свою очередь, тоже преподнесли подарок юным художникам в благодарность за их труд и отзывчивость. Мы хотим от всей души поблагодарить школу номер 222 и таких прекрасных преподавателей, такую прекрасную администрацию школы. И для школы мы приготовили, мы уже в таком классе делаем, вот такой герой цветущий, чтобы дети смогли и нарисовать, и любоваться, и, как говорится, герой для здоровья. Педагоги и ученики 222-й школы уверены, что со временем все больше горожан будут сотрудничать с юными художниками. И многие зареченские подъезды будут украшать работы школьников. Александр Абаимов, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный». Школьники из Заречного, Пенза, городов Поволжья, а также атомной отрасли представили свои работы на Всероссийской научно-практической конференции «Юность, наука, культура, ЗАТО». Форум юных ученых проходит в нашем городе уже в 12-й раз. Техносфера, экология, краеведение и еще семь секций по разным отраслям знаний спектр интересов участников конференции очень широк. Доклады выслушал Александр Абаимов. Более 100 участников со всей России. Более 30 экспертов. 10 научных направлений. В лицее номер 230 открылась 12-я Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Юность, наука, культура, ЗАТО». Это мероприятие было придумано, организовано 12 лет назад и получило статус всероссийского, так как молодежно-общественная научная организация является региональным представительством Малой академии наук и интеллект будущего. Мы очень гордимся, что в нашем маленьком городе такого уровня мероприятия организовано, имеет место быть и год от года приглашают все большее количество участников. В рамках конференции работает 10 научных секций. Математика, техносфера, ИКТ, физика, биология, экология, психология, литература, ведение, история и краеведение. Свои работы представляют ребята из Заречного, Пензы, Самары, Саратова и всех городов присутствия госкорпорации «Росатом». В составе экспертных советов – преподаватели высших учебных заведений, учителя школ и представители различных учреждений и организаций Заречного. На секциях ребятам предстоит представить свою презентацию, научно-исследовательскую работу, показать то, чего они достигли. Может быть, работы были уже представлены в прошлом году, но члены жюри давали какие-то рекомендации, работы были доделаны, и сегодня они их вновь представят. Результаты 12-й научно-практической конференции школьников «Юность, наука, культура ЗАТО» станут известны 1 ноября. В 16.00 в актовом зале лицея номер 230 состоится подведение итогов конференции и награждение победителей и призеров. Александр Абаимов, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный». Зареченский ТЮС обзавелся собственным автотранспортом. В рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины», инициированного партией «Единая Россия» для театра юного зрителя был приобретен автобус. Напомню, партийный проект заключается в поддержке театральной деятельности в городах России с численностью населения менее 300 тысяч человек. Ключевыми задачами направления являются ремонт муниципальных театров, обновление материально-технической базы, создание условий для творческой самореализации местных театральных коллективов. В 2017 году в проекте приняли участие 149 театров из 56 регионов страны. Вышло более 400 новых постановок. В 2018 году на развитие театров малых городов выделено 670 миллионов рублей. Как встретил коллектив «Тюза» собственное средство передвижения и какие надежды с ним связывает? Репортаж Станислава Корякина. Иди поздоровайся с автобусом. Зареченский «Тюз» встречает богиню утренней зари. Имя «Аврора» носит автобус Курганского завода, полученный театром юного зрителя, в рамках реализации федерального проекта по поддержке учреждений культуры в малых городах. Долгожданный автобус, который мы приобрели в рамках проекта «Культура малой Родины», который инициирован в партии «Единая Россия», который два года уже реализуется. Теперь у нас помимо света, звука, новых спектаклей, есть еще и средства передвижения. Здравствуйте! Можно будет ездить за грибами, можно будет ездить в Икею, можно будет ездить на гастроли, можно будет ездить в отпуск, можно будет ездить куда угодно. Но артисты народ творческий и ко всему подходят с юморком. А на самом деле новый автобус – вещь сугубо утилитарная. И у руководства театра есть четкая цель – как использовать собственный транспорт, сразу же ставший любимцем и членом труппы. В первую очередь мы планируем его для выездных спектаклей, для проведения выездных спектаклей. То есть будем осваивать территорию Пенинской области смелее, выезжать на гастроли в другие регионы. Автобус рассчитан на перевозку 35-40 человек. Сиденья раскладные, с ремнями безопасности, салон оборудован кондиционером. Вместительные багажники, как специально приспособленные для перевозки реквизиты, декораций, костюмов, служить в театре Авроре предстоит под управлением профессионала, водителя Владимира Терешенкова. Ну, машина хорошая, театр будет рад. Поехали уже на нем? Да. Ну и как впечатления первые? Ну, новая машина. От новой машины всегда хорошие впечатления. Теперь для артистов Зареченского ТЮЗа привычным домом на гастролях станет не фургончик в поле чистом, а современный, комфортабельный, быстрый автобус. Станислав Корякин, Эльдар Бульханов, телерадиокомпания «Заречный». О том, насколько необходим ТЮЗу собственный автобус, можно судить по количеству поездок на театральные конкурсы различного уровня. Фестивальная осень. В интервью заместителя директора театра юного зрителя Ольги Тришкиной. Сразу после рекламы. Наша дискотека от телерадиокомпании «Заречный». Спонсоры проекта. Пекарня «Плюшки-ватрушки». Компания «Хит сезона». Торговый центр «Глобус». Магазин электроники и техники «Прайм». Мужские дубленки от российских и турецких производителей. Теплые и практичные. Стильные и уютные. Меховой дисконт в центре. Мы знаем, что нужно мужчинам. У совершенной мебели есть только одно имя. СВ Мебель. Крупнейший экспортер Пензенской области и призер международных выставок. Мебель, которую оценила вся Россия и Евросоюз, теперь в «Заречном». Огромный ассортимент. Безупречный дизайн. В честь открытия скидки на всю коллекцию мебели. СВ Мебель. Измените свое представление о качестве. «Заречный». Проспект 30-летия Победы 22. Более 100 моделей межкомнатных дверей. Телефон 23-12-23. В честь Дня народного единства. Только с 1 по 5 ноября. В «Ла-Ла-Антилоп» скидки до 50% на все шубы, куртки и дубленки. «Ла-Ла-Антилоп». ВВР ТОИ. История проекта. WorldSkills High Tech 2019. Как это было? Никита отметил 120-летие Николая Долежаля. Смотрите в среду в 20.00. Одно из самых ожидаемых мероприятий в «Заречном». «Наша дискотека» от телерадиокомпании «Заречный». 16 ноября. 20 часов. Дом молодежи. Билеты уже в продаже. Количество билетов ограничено. Телефон для справок. 60-13-19. Лиц моложе 25 лет просят не беспокоиться. Новости на канале «Заречный» продолжаются. И у нас по традиции время встречи с гостем. Сегодня я приветствую в нашей студии заместителя директора Театра юного зрителя города «Заречного» Ольгу Тришкину. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Итак, Ольга, сегодня без преувеличения в театре, наверное, праздник. Театр юного зрителя получил собственное средство передвижения. Насколько для вас это актуально? Насколько у вас, у коллектива Театра юного зрителя, есть необходимость в таком средстве передвижения, чтобы быть мобильными, чтобы куда-то ездить? Как часто вы вообще куда-то выезжаете? На самом деле, действительно, сегодня такой хороший, радостный день. Наконец-то мы получили долгожданный автобус, и мы очень ждали, когда он к нам приедет, и мы сегодня его забрали. И, на самом деле, наличие собственного транспорта значительно расширяет горизонты. Они, в принципе, расширяют горизонты, в том числе связаны с гастрольной деятельностью. Так как у нас весьма насыщенная гастрольная, фестивальная жизнь, то я думаю, что собственный транспорт будет просто необходим для нашей театральной деятельности. Вот эта осень каким образом для вас проходит? Я знаю, что помимо тех спектаклей, которые вы играете, у вас коллектив вашего театра занят еще множеством всевозможных проектов, фестивалей, конкурсов. Вот об этом расскажите. Как проходит ваша театральная фестивальная осень? Безусловно, наша театральная фестивальная осень, помимо того, что у нас текущий репертуар и текущая работа, она связана с весьма бурной гастрольной фестивальной деятельностью. И это началось еще в сентябре, продолжается в октябре и закончится в декабре. Да, даже, можно сказать, и зима у нас такая фестивальная. Вот даже если несколько подробнее говорить, то буквально на прошлой неделе мы показали свой спектакль «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова в постановке Натальи Кучишкиной на третьем международном театральном фестивале «Маскарад», который проходит в Пензе. Он проходит в Пензе уже несколько раз, несколько лет, и мы участвуем там впервые, что для нас, конечно, очень так престижно и очень важно принять участие в этом фестивале, наряду с профессиональными маститыми коллективами из Москвы, Саратова, Ульяновска, из Перми и зарубежный коллектив из Израиля тоже принимают участие в этом фестивале. Нам, конечно, почетно то, что мы приняли участие и показались. – Итогов мы пока не знаем. – Итогов мы пока не знаем, но здесь ситуация такая, что данный фестиваль не предусматривает призовых мест, и здесь каждый коллектив награждается в той или иной номинации, здесь все победители, как организаторы приняли такое решение, на самом деле считают очень правильное решение, потому что фестиваль – это прежде всего способ и возможность показать себя, узнать, чем живут другие театры, познакомиться, пообщаться, а не только соревноваться, потому что, ну, как-то даже соревноваться… – А удалось действительно пообщаться вот на этом фестивале с другими коллективами? Что-то интересное найти? – По-разному. Кто-то у нас успел посмотреть другие коллективы, кто-то не смог это посмотреть, потому что мы сейчас готовимся к очередному фестивалю, который пройдет у нас на следующей уже неделе. В ноябре мы принимаем участие в пятом межрегиональном театральном фестивале «Театральный Атомград». Он проходит в городе Димитровграде Ульяновской области, среди городов присутствие госкорпорации «Росатом». Тоже мы принимаем участие в этом фестивале уже несколько лет подряд. Вот да, в «Маскераде» мы впервые принимаем участие, а в «Театральном Атомграде» мы уже несколько лет подряд принимаем участие и везем мы туда спектакль в постановке нашего режиссера Александра Куприянова по пьесе Евгения Шварца «Дракон». Мы его завтра показываем здесь предварительно, чтобы обкатать, вспомнить его. Мы несколько месяцев о ней играли. На следующей неделе мы его везем на фестиваль. Коллективы там тоже разные, хорошие. И из разных городов там Глазов, Озерск, Балаково. Из Казахстана есть коллектив. И вот мы принимаем участие и тоже надеемся, что выступим достойно. Да. Ваши юные коллеги тоже настолько же бурную жизнь фестивально-конкурсную ведут? Да как бы не насыщеннее, чем взрослые артисты. Студия наша «Арликин», они начали принимать участие в фестивалях с сентября месяца. Приняли участие в первом международном фестивале спектаклей на улицах «Театральный экзерсис», который был посвящен году театра. Это было в сентябре. Мы показывали там фрагмент спектакля «Проданный смех». Вот буквально позавчера ребята приехали из Пензы, приняли участие в театральном калейдоскопе «Удивительный мир. Театр» среди любительских театральных коллективов области. 25 коллективов, сказали, были приняли участие. И в конце ноября студия прошла такой достаточно серьезный отбор среди 40 театральных коллективов любительских на первый всероссийский фестиваль «Малая сцена» в городе Тюмень. Так что ребята тоже живут очень насыщенной фестивальной жизнью. И практически вот с фестиваля на фестиваль. Плюс, ко всему прочему, студия стала победителем регионального этапа фестиваля «Театральное при Волжье». Вот сейчас буквально через несколько дней начнется голосование. Так что насыщенная жизнь у ребят такая же. То есть все телезрители, все зрители, любящие театры, в том числе и театральную студию «Орликин», они могут поучаствовать в судьбе этого коллектива и проголосовать за ваш коллектив? Ну, жители Пенинской области, по-моему, согласно положению, не могут. Не могут, да? То есть все максимально объективно, да? Все максимально объективно. Но, тем не менее, посмотреть спектакль действительно стоит. Ольга, если вернуться вот к тому, с чего мы начинали, это театральный фестиваль «Маскерад». Какие-то впечатления вы уже слышали о вашем спектакле, который там показывали? Да, да. После спектакля было обсуждение с жюри, в которое входят ведущие театральные критики, столичные. Они поговорили с нами о спектакле, высказали свои пожелания, мнения. В общем, интересно было их слушать. Зритель воспринимал очень тепло, был полный зал, аншлаг. И потом подходили тоже люди, говорили какие-то теплые слова, писали отзывы. Я думаю, что такой хороший у нас случился спектакль, несмотря на то, что мы рассчитаны на маленькую сцену, а тут на такую большую сцену, на такой большой зал. «Маскерад», «Лермонтов» – такая серьезная постановка. Но она случилась, она произошла, и я очень рада этому. Ольга, ну и мы, конечно, очень рады, поскольку любим очень наш театр юного зрителя, и рады всегда его успехам, его победам. Будем очень ждать результатов и фестиваля «Маскерад», и фестиваля в Димитровграде. Будем болеть, будем держать за вас кулачки, и, конечно, ждать новых премьер в театре юного зрителя. А они будут скоро. Спасибо. Ждем. Спасибо. У нас в гостях была заместитель директора театра юного зрителя Ольга Тришкина. Ну и у меня на сегодня все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречная» и ходите в театр почаще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова